Всем привет! В эфире RTVI, рубрика «Проверено». Здесь проверяют фейки. Мне кажется, если разбудить Дональда Трампа ночью, он тут же на автомате скажет «фейк-ньюс», то есть фейковые новости. Я не поленился и подсчитал за последние семь дней в своем твиттере, напомню, президент США ведет его сам. Он упомянул это словосочетание не меньше десяти раз. Это его универсальный ответ на любой вопрос и объяснение любой проблемы. Раздувается паника вокруг коронавируса? Виноваты фейк-ньюс. Плохо освещаются успехи американской медицины в борьбе с эпидемией? Ну тоже фейк-ньюс. Рассказали о закрытии школ в отдаленных уголках страны? Фейк-ньюс. При этом мы знаем, что Трампа самого буквально тысячи раз ловили на прямом искажении или выдумывании фактов. А в рейтинге «Вашингтон-Пост» его высказывания часто получают наивысший рейтинг – в 4 пиноккио. На днях Трамп снова не удержался и сделал перепост недостоверной информации. Точнее, это был видеоролик с выступлением лидера гонки демократических претендентов на президентский пост Джо Байдена. На нем политик якобы говорит «Мы можем только переизбрать Дональда Трампа». На самом деле, видео было грубо обрезано на середине фразы, а полностью она звучала так, ну, не дословно, а по смыслу. Извините, мы можем только переизбрать Дональда Трампа, если внутри демократической партии не прекратим разногласия и продолжим тянуть одеяло в разные стороны. Занятно, что Твиттер посчитал это видео медиаманипуляцией и поставил на него соответствующее предупреждение. Оказалось, что социальная сеть на днях ввела новые правила. Теперь отредактированные вручную видео, твиты с манипулятивным содержанием или дипфейки будут промаркированы или удалены модераторами вовсе. Фейсбук отреагировал еще жестче. Он повесил предупреждение для пользователей, что видео, которым поделился Трамп, содержит частично ложную информацию. С пояснением, что это подарочек от независимых фактчекеров, с которыми сотрудничает социальная сеть. Однако демократам такие меры показались недостаточными. Они вообще давно обвиняют социальные сети в погоне исключительно за наживой в ущерб интересам общества. Ну и убеждены, что подобные посты нужно жестко удалять, а аккаунты, разместивших их пользователей, блокировать. А им резонно отвечают. А как же первая поправка и свобода слова? Справедливости ради надо сказать, что Трамп и сам нередко становится жертвой оговоров, лжи и прямых медийных фальсификаций. 9 марта, в день сильнейшего падения индекса Доу-Джонса на 2000 пунктов, Трамп написал буквально следующее. Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах нефти. Это, а также, ну, куда без них, фейковые новости является причиной падения рынка. И вот тут-то действующему президенту вспомнили сразу два твита времен президентства Обамы. В первом, якобы, от 2012 года сказано, если Доу падает на 1000 пунктов за два дня, президент должен быть немедленно подвергнут импичменту. Второй, якобы, от 2015 года еще красочнее. Если Доу-Джонс упадет более чем на 1000 пунктов за один день, президента следует зарядить в очень большую пушку и выстрелить им в сторону солнца с огромной скоростью. Никаких оправданий. Все бы хорошо, но оба твита, очевидно, изготовлены в фотошопе. Второй в феврале 2018 года после сильного падения индекса сделал известный блогер Шон Ушер. Ну, ради шутки. После того, как твит в течение нескольких минут перепостили тысячи раз, он написал «Матерь Божья, я и на секунду не мог себе представить, что кто-то поверит в реальность этого». И дальше «Божечки, да он везде! Что я наделал?» Предполагаемый автор первого твита не признался в подделке, но это и не требуется. Он якобы выставил свой скан твита Трампа в октябре 2018 года, при этом в предыдущие шесть лет почему-то никому его не показывал. Текст явно был написан по мотивам шутки того самого Ушера. Ну, и никаких следов этого твита среди удаленных в интернете тоже нет. Владимир Путин не отстает от американского коллеги и тоже зачастую вольно обходится с цитатами. В видеоинтервью ТАСС он комментировал популярные лозунги, связанные с празднованием 75-летия Дня Победы. Ну, вроде «Спасибо деду за победу» и «Можем повторить». Кто к нам с мечом придет, отмечай и погибнет. На самом деле, Александр Невский к этим словам не имеет никакого отношения. В немногих летописных источниках, которые о нем вообще повествуют, нет никаких упоминаний ни этих слов, ни других, хотя бы отдаленно на них похожих. Их придумал советский писатель Петр Павленко. И впервые они появились в его сценарии к фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», а затем и в самом фильме. Их произносит главный герой в исполнении актера Николая Черкасова. Кто с мечом к нам войдет, отмечай и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля. Фильм вышел на экраны 1 декабря 1938 года. И с тех пор эти слова ассоциируются с именем Александра Невского, как его личная историческая фраза. Фильм про князя, который побил немцев, появился именно в то время не случайно. Причувствие новой большой войны висело в воздухе, и гитлеровская Германия была одним из наиболее вероятных противников. Сам Эйзенштейн писал так. Мы хотим, чтобы наш фильм не только еще больше мобилизировал тех, кто находится в самой гуще борьбы против фашизма в мировом масштабе, но чтобы он вселил бодрость, мужество и уверенность в те части народов мира, которым кажется, что фашизм не сокрушим. Очевидно, в основе самой фразы лежит известная цитата из Евангелия от Матфея. «Тогда, — говорит ему Иисус, — возврати меч свой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут». Подобное же выражение было хорошо известно и еще раньше, в античном мире. Например, в Древнем Риме оно бытовало в качестве крылатого выражения. «Кто воюет мечом, от меча и погибает». По-латыни это как-то так «кви гладио ферит, гладио перит». Конечно, нельзя утверждать, что Путин всего этого не знал. Может, он именно фильм и имел в виду, но как-то маловероятно. Да и ничего страшного в этой ошибке на самом деле нет. Президент России не историк и не обязан разбираться в источниках и исторических тонкостях. Хотя он сам, кажется, в этом месте придерживается иного мнения. Что ж, на сегодня все. Смотрите рубрику «Проверено». Через неделю цитаты для вас проверял Илья Бер. Продолжение следует.